МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня будем говорить об итогах развития и перспективах Хойникского района. Присоединяйтесь к нам. Жанна Николаевна Чернявская. Заместитель председателя Хойникского райисполкома. Родилась в деревне Борисовщина Хойникского района. В 1989 году окончила Гомельский кооперативный техникум Белкопсоюза. В 2004 году стала выпускницей Мозерского педагогического университета. А в 2012 году – Академией управления при президенте Республики Беларусь. Трудовой путь начинала заведующим магазином в Светлогорском районе. На протяжении 7 лет трудовая биография Жанны Чернявской была связана с торговлей. В 1996 году она стала мастером производственного обучения Хойникского среднего профессионально-технического училища. В 2005 году заняла должность специалиста отдела идеологической работы Хойникского райисполкома. Через два года возглавила его на нынешней должности с марта 2011 года. Задать вопрос Жанне Чернявской можно прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 8-02-32-340-043. Отправляйте также сообщение в Вайбере номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Жанна Николаевна. Добрый вечер. И в начале нашей программы давайте посмотрим короткий анонс новостей этой недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 апреля Центральная городская библиотека имени Герцена приглашает горожан стать участниками юбилейных мероприятий, посвященных столетию со дня ее официального открытия. В четверг 11 апреля в Гомеле на площади Восстания пройдет митинг-рэквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. В субботу в Гомельской области стартует неделя леса. Для посадки подготовлено более 8 миллионов деревьев. Эти и другие новости смотрите каждый день в эфире «Беларусь-4». А мы сегодня будем обсуждать новости Хойникского района. И начнем сразу с вопроса, который пришел к нам на Вайбер. Какие льготы предусмотрены для жителей Хойникского района, как пострадавшего в результате чернобыльской катастрофы? Эту тему я хотела немножко позже сказать, но раз задали такой вопрос, я постараюсь объяснить. Существует государственная программа по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Благодаря этой чернобыльской программе сейчас не индивидуально каждый человек получает какую-то копеечку, скажем так. Эти деньги направляются на строительство жилья, на строительство других серьезных объектов, таких, допустим, вот как котельная сейчас у нас будет строиться, на реконструкцию той же Центральной районной больницы, об этом мы будем говорить позже. Значит, будут выплаты, которые предусмотрены этой программой. Это и снос пустующих зданий и сооружений, которые остались после 1986 года. Это питание школьников, это приобретение автобусов, оборудование для школьных столовых. Это приобретение минеральных удобрений для сельскохозяйственных предприятий. И этот перечень, ну, довольно большой и серьезный. Жанна Николаевна, а гости, которые приезжают в Хоннике, еще спрашивают, насколько безопасно жить в этом районе наиболее пострадавшим? Или уже это осталось в прошлом? Нет, уже сейчас не спрашивают, уже, наоборот, приезжают и удивляются, что симпатично, красиво и можно вполне сравнить с хорошим европейским городком, как нас всегда называют. Так отзываются, что не хуже. Да, не хуже, конечно. Живут сегодня Хонники. Конечно. А весна – это такой период обновления, наведения порядка после зимы, когда становятся заметны некоторые проблемы, уже успели привести в порядок Хонники? Ну, работы еще продолжаются, потому что у нас проводится месячник. Еще мы будем проводить до 18-го числа его, поэтому частично работы выполнены. Ну, а сейчас косметику наводим, где-то подкрашиваемся, где-то ямочный ремонт делаем, готовимся к капитальному ремонту нескольких дорог, по которым у нас серьезные проблемы. Это, например, улица Котовского, разворотное кольцо возле железнодорожного вокзала, там, где уже ямочный ремонт не получается провести, поэтому там уже будем серьезные работы проводить. Помимо этого, мы планировали посадку 2000 деревьев, на сегодняшний день это уже 2400 деревьев, и жители тоже не останавливаются на этом количестве, поэтому работу будем продолжать. Еще высадка цветов предстоит нам, ну и сами здания, предприятия, организации, учреждения тоже наводят сейчас там порядок. Жанна Николаевна, следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя, наверняка жителя Хойниковского района. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Хочу задать вопрос. В Хойниках строилась электростанция на торфе. Какая судьба заместить газ торфом, местным видом топлива? Хотелось бы узнать, что дальше слышно. Какая-то станция, да, вы сказали? Ну, электростанция на торфе, я так понимаю. Торф-завод. На местных видах топлива? Да, 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 да. Спасибо большое. Жанна Николаевна, известна ли вам судьба этой инициативы? Значит, поясню. Планировалось строить на базе завода торфабрикетного, который у нас сейчас, к сожалению, закрыт. Ну, это связано с определенными моментами было, потому что разработка торфа в Чернобыльской зоне – это тоже сложности. Торфабрикетный завод закрыт, и на его базе планировалось построить не электростанцию, а котельную. Ну, и я вот жителей Хойникского района хочу обрадовать. Мы на 2019 год уже получили сумму денег, уже изготовлена проектно-сметная документация, и мы начинаем строительство, чтобы успеть к октябрю месяцу, к новому отопительному сезону, блочно-модульную котельную, которая позволит микрорайону юбилейному не переживать в зимний период, что не будет достаточно горячая вода, либо будет плохим отопление. Потому что в этом году на старой котельной, конечно, возникали сложности, сбои какие-то. И вот благодаря той котельной, которая будет строиться, в микрорайоне юбилейным, отопление и вода будут хорошими и горячими. А то, что планировалось строить, то, что называет наш житель, конечно, не будет. Блочно-модульная, она более современная, и, конечно же, будет на газовом отоплении. Спасибо большое за ответ. Давайте перейдем к сюжету. Накануне наши корреспонденты побывали в Хойнинском районе на разных объектах и поинтересовались, как там идут дела. Об этом событии тогда писала не только районная газета. 22 сентября в Хойнинском лесхозе открыли новое административное здание, как полагается, с хлебом, солью и перерезанием красной ленточки. У этого предприятия богатая история, начинающаяся с октября 1936 года. Не все знают, однако, в Гомельском государственном техническом университете в свое время даже была подготовлена серьезная научная работа под названием «Анализ и пути улучшения финансового состояния предприятия на примере Хойнинского лесхоза». Наличие определенных проблем здесь не отрицают и сегодня. Однако при этом обязательно подчеркивают – трудности не являются глобальными. В подтверждение приводят цифры и факты. Около 40% доходов лесхоза составляют экспортные поставки. Хойнинская лесопродукция, кроме Беларуси, пользуется спросом в странах Балтии, Польши и Турции. Впрочем, в самом лесхозе это направление в работе считают, конечно же, важным, но не основным. Главная задача любого лесохозяйственного предприятия – выращивание лесов. В этом году при плане в 470 уже посадили более 500 гектаров насаждений. Однако и эта цифра, вероятно, не окончательная. Еще одно направление работы – помощь в благоустройстве и озеленении города, что в год малой родины и проводимого в эти дни месячника по благоустройству особенно актуально. Мы заготавливаем в лесу. В основном то, что произрастает под пологом – это рябина, клён, берозу. Вот высаживаем сейчас озеленение города, много берут березовых саженцев, выкапываем, подготавливаем, привозим с колышками. Осуществляем посадку озеленения города. Парки, вокруг больницы, скверы, пустыры – все позасаживали красивыми аллеями, березовыми, рощами. Современные Хойники действительно очень чистые и комфортные для проживания город, что, впрочем, не исключает наличие перспектив дальнейшего развития. Пожелания, которые, пожалуй, наиболее часто высказывают местные жители – строительство спортивных объектов. Быть здоровым сегодня модно. Справедливости ради стоит отметить, в плане развития спортивной инфраструктуры Хойники действительно не лидер. Однако говорить, что здесь ничего не делается, тоже нельзя. Причем к созданию спортсооружений привлекли даже иностранных спонсоров. При помощи немецкой общественной организации «Шанс на жизнь», собравшей почти 120 тысяч евро, на территории третьей средней школы в прошлом году открыли первую в городе воркаут-площадку. Среди ее главных преимуществ – то, что здесь может заниматься любой желающий. И эти занятия будут действительно безопасными. Чего нельзя было сказать о стоящих ранее на этом месте турниках, под которыми находился асфальт. В первый раз это вид спорта, в котором положение тела находится на весу, нужна какая-то была страховка. Страховать там двоих еще кое-как можно – это маты гимнастические, либо два учителя физической культуры. Здесь у нас покрытие резиновое. В принципе, если ребенок спрыгивает, он приземляется на что-то мягкое. Не такой отдачи, такой в ноги нет. То есть никаких травм после того, как мы завершим упражнение, не может быть. Нельзя сказать, что все вопросы по благоустройству Хойников на сегодняшний день успешно завершены. Однако и тут факт, что в этом плане сделано немало, отрицать не могут даже скептики. В качестве примера – городской парк, бывший когда-то усадьбой купца Андрея Авраамова. В начале 20 века здесь проходили балы, а территория парка восхищала своим великолепием. К сожалению, со временем все это пришло в упадок. В 2010 году, при подготовке ко дню белорусской письменности, территорию привели в порядок. И теперь это одно из самых востребованных мест отдыха горожан. Хотя занимаются в Хойниках не только благоустройством. На Полесском производственном участке акционерного общества «Мелковита» за последнее время реализовано несколько масштабных инвестпроектов. За последние 7 лет на предприятии было реализовано 2 масштабных проекта. Это цех по производству сухой молочной сыворотки, мощностью переработки 500 тонн в сутки и сродильный цех. До момента монтажа оборудования на сродильном суху мощность переработки составляла до 3 тонн в сутки. После модернизации мощность переработки стала 5 тонн в сутки. В 2015-м возможности линии довели до 12 тысяч тонн сыров в сутки, в том числе так называемых элитных твердых. Своё название они получили в первую очередь из-за длительных сроков созревания – до полутора лет. При наличии международных сертификатов поставлять элиту становится реально возможным не только в пределах Белоруссии. В 2015-м технологи предприятия начали работу над твёрдым сыром «Франциск», не имеющим аналогов в мире, в честь Франциска Скорины. В Хойниках уверены, скоро именно этот сыр станет визитной карточкой не только Мелковиты, но и всей Гомельской области. И в заключении факт, который наша съёмочная группа отметила при посещении одного из городских микрорайонов Хойников. Здесь готовится к заселению несколько новостроек и начата подготовка мест для строительства новых домов, в том числе для молодых специалистов и многодетных семей. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях заместитель председателя Хойникского райисполкома Жанна Чернявская. Жанна Николаевна, жильё действительно тот фактор, который решает очень многое. А строите сегодня социальное жильё или коммерческое тоже? Ну, сегодня мы уже строим всякое жильё. И надо сказать, что если 10-12 лет назад о коммерческом жилье жители не хотели слышать и, может быть, где-то не понимали о том, что всё равно придёт тот период. Вот сегодня я уверенно говорю о том, что коммерческое жильё мы строим. И как раз в этом году мы начинаем строительство одного такого дома, 40-квартирного. И в 2019 году планируется его ввод. И хочу сказать, что этот дом будет построен из крупногабаритных панелей нашего завода железобетонных изделий. И надо отдать должное всем работникам этого завода, потому что эти панели пользуются спросом не только в Республике Беларусь, но и за её пределами. Калуга строит уже давным-давно из наших панелей. И вот эти панели, благодаря разработке этих панелей, они очень тёплые. И квадратный метр, значит, стоит очень дёшево. 750 белорусских рублей. Это тоже немаловажно. Поэтому коммерческий дом будет вот за счёт именно вот этих наших панелей. И завод железобетонных изделий его начинает строить. Помимо этого мы ещё строим долевое строительство у нас с государственной поддержкой. Это уже для многодетных семей, которых у нас на сегодняшний день, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 152 семьи. Часть из этих семей, 27, уже решили, что они будут строить одноквартирный дом жилой. И уже выбраны земельные участки, решены все вопросы с банками. Поэтому эти люди будут строить дома. Ну а остальным мы предлагаем вот 40 квартир, которые будут построены многодетным. Люди изъявили желание. С остальными ещё работают. И если люди захотят квартиру или дом, уже исходя из этого, будет складываться тогда либо многоэтажный дом, либо однокомнатные квартиры. Ну и для молодых специалистов этот дом 40-квартирный будет строиться за счёт средств как раз государственной вот этой программы по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тема трудоустройства обычно для небольших населённых пунктов бывает актуальной. Насколько остро в Хойниках стоит этот вопрос? Ну я, наверное, приведу несколько цифр, что касается вакансий. У нас на сегодняшний день 132 вакансии. На учёте в Центре занятости состоит 41 человек. Если произвести расчёты, то буквально видно, что на три вакансии один безработный. Помимо этого, у нас с января месяца по март, то есть за три месяца, через Центр занятости прошло 169 человек. 50 из них были трудоустроены. 7 человек сегодня проходят переподготовку. То есть можно переобучиться и получить другую специальность совершенно бесплатно. Помимо этого, 4 человека получили субсидию для открытия собственного дела. И здесь Центр занятости тоже предоставляет такую услугу. Получается, что соискателей намного меньше. В общем-то, бояться безработицы в Хойнинском районе не приходится сегодня, да? Я думаю, что нет, потому что вакансии очень разнообразные. От акушерки ветеринарных врачей, ветеринарных фельдшеров, электрогазосварщиков, станочников, трактористов, водителей автомобилей, швей, продавцов. Огромное количество работников, которые востребованы в деревообработке или деревопереработке. Потому что частные предприятия, люди не боятся открываться. И требуется сегодня серьезное количество людей, которые бы умели вот это делать. Поэтому возможности есть все. Частные предприятия создаются в районе и открывают новые рабочие места. Расскажите об этом, пожалуйста, подробнее. В каких отраслях? Ну, вы знаете, если раньше, как говорили у нас, вот, открывают, чтобы что-то перепродать или продать, то сейчас ситуация, конечно, поменялась. И вы знаете, ну, приведу буквально, возьму только вот 99 малых и средних предприятий, 297 индивидуальных предпринимателей. И вот эти малые предприятия из 99, 23 – это фермеры, которые производят сельскохозяйственную продукцию. 18 человек – это предприятия, которые заняты в деревообработке. То есть это все от спиливания до распиловки, до изготовления брикетов и все остальное. Ну и на сегодняшний день вот у нас есть пару вновь созданных предприятий. Например, приведу такое, как Англбелл – это инвестор из Англии. Создали на нашей территории предприятие, которое будет заниматься деревообработкой. На сегодняшний день, сейчас уже им требуется 40 человек к трудоустройству. Поэтому объявления есть везде, в районной газете. Я буквально вот в субботу поинтересовалась, почитала. При желании можно устроиться на работу. А зарплаты, Жанна Николаевна, какие предлагают людям? Зарплаты разные. Конечно, специалисты, которые серьезно востребованы, например, хорошего электрогазосварщика, зарплата от 600, 700, 800. Ну, конечно, все зависит, в какой сфере человек работает. Если это, допустим, требуется даже, например, клейщик бумаги, ну там, конечно, зарплата 350 рублей. Требуются специалисты, водители или трактористы, там тоже зарплата 700-800 рублей. Ну, все зависит от предприятия и от той работы, которую будет выполнять человек. А люди, которые получили субсидию на открытие собственного дела, в общем-то, какую нишу на рынке они заняли в итоге? Вы знаете, это совершенно разные направления. От выращивания цветов люди приобретают теплицы, значит, приобретают газосварочные аппараты для того, чтобы оказывать различные услуги. Кто-то приобретает мини-трактор с навесным оборудованием для того, чтобы потом оказывать услуги опять же в этой сфере. Кто-то занимается распиловкой дров и доставкой. Кто-то транспортными услугами. То есть направлений очень-очень много. Даже удивительно, что, ну, наконец, мы поняли, что сфера услуг – это огромная сфера, которую нужно задействовать, с которой надо работать. И что люди инициативные, самое главное. Есть вопрос на нашем вайбере, который очень с этой темой тесно связан. Много ли возвращается молодежи в район после получения образования? Значит, в основном те дети, которые обучались по направлениям, а направления берут очень многие. Есть, которые обучаются на платном и уже выбирают распределение потом, ну, свободное самостоятельно. Ну, например, если брать за последнее, я вот готовясь к нашей программе, посмотрела статистику, буквально за последние 7 лет и у нас закрепление молодых специалистов, всех, в общем, и своих хойникских, и тех, кто приезжает из других регионов, от 70 до 75%. Это очень хороший показатель для Чернобыльского района. И если взять закрепление наших хойничан, то там показатели еще выше, под 90%, 86-90%. То есть на протяжении вот 7 лет этот показатель рос, и сегодня он является вот таким. У нас остаются даже те молодые специалисты, которые приехали, допустим, к молодому человеку, либо к девушке, выходят замуж и женятся. Тоже мы только это приветствуем, только за. Сейчас давайте перейдем к нашей рубрике «Есть мнение». Какие новые объекты необходимы хойникам? Давайте узнаем, как отвечали жители райцентра на этот вопрос. Бассейн. Все обещали нам, вот в парке бассейн, чтобы был. И молодежь ждет, и мы тоже ждем старички. Это было бы очень хорошо и здорово. Бассейн, спортплощадка, боулинг, какой-нибудь итальянский ресторан. Сложный вопрос, как бы. Ну, я считаю, нужно открыть больше кружков для детей, потому что этого у нас в хойниках ничего нету. Как бы детей нечем занять. А так, в принципе, жить можно. Квартир нам хватает, но а так ничего. Нужно было бы построить это приют для бездомных животных, чтобы так меньше было животных всяких. Но так вполне хватает. Чтобы комфортная жизнь. Люди могут сами себе ее сделать. Нужны рабочие места. Все больше нам нужны предприятия какие-нибудь, заводики, не знаю, чего-нибудь такое. И все. Остальной комфорт, в принципе, люди могут себе сами создавать. У нас всего хватает. У нас и, как говорится, и ДК есть, и организовываются, и праздники. В принципе, все нормально на этом уровне. Единственное, что зарабатывать деньги. Хотелось бы и молодежи. Потому что реально молодежи негде работать, чтобы даже, например, на жилье заработать. А люди сами не могут создавать себе рабочие места? Предпринимательством тем же заниматься? Ну, могут. Тут же заняться предпринимательством. Это что такое? Купля-продажа? Или другой вопрос. Предпринимательство – это производство. Это прежде всего. Ну, мы так считаем. Все мы же все прикладные люди. Просто производство – это сразу подразумевает собой сбыт. Куда сбывать, если нет денег? Вот опять. Ну, короче, все крутится вокруг. В принципе, у нас хороший городок. У нас нормальный уровень жизни. Садики, школы. Все, в принципе, как бы все нормально. Кроме того, что хотелось бы места, где можно зарабатывать деньги. Бассейн. Не хватает бассейна, я считаю. Большое население, много молодежи. И после работы было бы неплохо расслабиться. Полностью поддерживаю свою супругу. Именно бассейна не хватает. И очень часто поступают предложения от жителей Хойник и Хойникского района именно о создании такого спортивного комплекса, который включал бы в себя бассейн. Не хватает для детей, для молодых семей, чтобы вышли вечером, прогулялись детки. Ну, не хватает кафе, заведений каких-нибудь развлекательных. Очень не хватает. Особенно в зимний сезон детки в основном в садик, домой. И негде выйти, посидеть как родителям, так и детям. Не хватает таких заведений. А как вы считаете, почему предприниматели их не открывают? Ну, так как боятся, может, то, что они не оправдают свое. Вот. Наверное, так. Ну, побольше спортивных каких-то, наверное, учреждений. Потому что, ну, деткам как бы хочется заниматься этим. Ну, у нас есть, но хотелось бы что-нибудь еще побольше. И хотелось бы бассейн очень. Ну, а так, в принципе, все хорошо. Вы смотрите «Диалог», и мы говорим сегодня о перспективах развития Хойникского района. Жанна Николаевна, бассейн – самый желанный объект у жителей райцентра. Есть ли такая перспектива? Да, бассейн, конечно, и моя тоже мечта, скажу так. Потому что в 2010 году, когда проходила реконструкция городского парка, и тоже пережил реконструкцию на стадион. И, значит, там располагается сейчас детская и юношеская спортивная школа. И планировалось вторым этапом строительство бассейна. Ну, конечно, на сегодняшний день, скажем так, государственная программа по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, конечно же, ее бюджет не резиновый. Поэтому нам и областному руководству приходится делать определенный выбор в сторону вопросов, таких, как вот я уже называла. Это котельная, это чистая вода. Надо поменять трубопровод, например, надо артезианскую скважину сделать, либо очистку сделать воды, потому что у нас вода очень железистая. То есть здесь накладывается очень много вопросов. И жителям всем хочу сказать, что, поверьте, мы ежегодно подаем в том числе заявочку и на бассейн. Но, к сожалению, сегодня нужно выбирать. Либо котельная для микрорайона юбилейный, либо это газификация населенного пункта Глинища, либо это приобретение автобусов для подвоза наших детей, для приобретения автомобилей и тракторов для сельхозпредприятий, минеральных удобрений. Поэтому вопрос пока такой. Сначала первоочередные задачи. Да, это первоочередные задачи, да. Но скажу так, что мы тоже не сидим на месте, стараемся поучаствовать, допустим, в проектах международной технической помощи. Я уже, наверное, в какой-то передаче говорила, что мы участвовали в 2017 году, мы писали проект в Евросоюз для того, чтобы реконструкцию бассейна провести, которая находится у нас в гимназии, недействующей. Но, к сожалению, мы в финал не вышли, но в двадцатке лучших были. Поэтому мы эту работу продолжим, попробуем искать другие источники финансирования. Ну, я думаю, что у нас все получится. Я очень желаю жителям Хойников, чтобы бассейн, наконец, в ближайшее время появился. А вот что касается кафе или детской площадки, как вы на это смотрите? Может быть, это пока открытая ниша для предпринимателей района? Да, было бы неплохо, конечно, чтобы кто-то из наших жителей на себя взял такой вопрос. Потому что детское кафе у нас было, райпо занималось. Ну, в общем-то, как-то у них это дело не пошло. Поэтому, если кто-то изъявит желание, сегодня есть возможности. Но мы предлагаем и другие услуги. У нас сегодня учреждения культуры в городе Хойники, например. Сегодня уже у нас несколько жителей пользовались такой услугой. Мы делаем дни рождения для деток на базе наших учреждений. Чай, торты, фрукты, герои любимых сказок. У нас учреждения культуры могут это обеспечить и уже пользуются спросом. Поэтому для всех говорю, что если у вас есть желание своему ребенку сделать праздник, пожалуйста, заявляйтесь. Мы поможем в этом вопросе. И не обязательно, чтобы это было кафе. Да, выход всегда можно найти. Еще хочу прокомментировать то, что для наших детей нет ничего. У нас полно кружков по 20 направлениям. И технические, и спортивные, и культурные, хореографические. Ну, скажите, пожалуйста, если бы сегодня у нас ничего не было, разве бы же наши дети... Все знают наш образцовый коллектив «Хореографический драйв», который участвует не только в районных, но и областных и республиканских мероприятиях. И, кстати, хочу сказать, что две недели назад они победили в республиканском конкурсе «Здравствуй, мир!» заняли первое место среди всех коллективов, куда входят дети от 6 до 9 лет. И вы бы видели эти выступления. Наши хайнчане прекрасно знают этот коллектив. И знают этого руководителя, у которого уже несколько поколений выросло в этом коллективе. Помимо этого, и в учреждениях культуры есть чем заняться. И в учреждениях образования. А новые спортивные объекты появились в Хойниках в последнее время? Ну, конечно. В последнее время, скажу так, вот мы выиграли конкурс из фонда Марии Шараповой. Рядышком с городом, населенный пункт Козелужья, построили теннисный корт. Поэтому всех жителей тоже приглашаю, потому что большим теннисом пока еще мало жителей занимается. Помимо этого, на базе третьей школы реконструкция стадиона, она еще пока не закончена, доводят до конца. Вот вы видели воркаут-площадку и рядом же стадион с искусственным покрытием, беговые дорожки. Конечно, мы планируем и хотелось бы больше, потому что наши дети действительно заслуживают того, чтобы практически в каждом дворе в доступности были современные новые сооружения. Ну, конечно, мы к этому будем стремиться, изыскивать денежные средства, конечно, рассчитывать и на себя, и участвовать вот в таких проектах, чтобы привлечь инвестора, может быть, зарубежного. Жанна Николаевна, вот на медицину никто из местных жителей не жаловался. В то же время районная больница требует обновления достаточно серьезного уже. Расскажите, пожалуйста, о планах в этом направлении. Ну, хочу всех обрадовать. В прошлом году у нас по нашей больнице, скажем так, очень предметно прошелся губернатор. Он был сам, значит, выезжал туда, посмотрел. И уже его распоряжением выделены денежные средства. На сегодняшний день 750 тысяч белорусских рублей. И мы начали работу уже. Готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт хирургического отделения, потому что корпус снаружи, значит, подъездная группа, все там заасфальтировано, все хорошо, а внутрянку нужно делать. Поэтому вот деньги выделены, и проектно-сметная документация готовится. Значит, сейчас изготавливается проектно-сметная документация на замену всего лифтового хозяйства, потому что зданий у нас три основных, и лифты, и большие хозяйственные, и обычные для перевозки людей. Поэтому они тоже уже довольно устарели. Автономную пожарную сигнализацию – то же самое. С начала года мы уже, опять же, из вот этих денежных средств закупили 150 оконных блоков пластиковых и заменили уже все окна. То есть сегодня подходишь к больнице, терапевтический корпус, там все новенькое, все блестит, все аккуратно. И теплее, конечно, стало благодаря тому, что поменяли старые деревянные окна. То есть мы постепенно это делали, но сейчас мы закончили уже эту работу, и дальше будем продолжать. Ну, а хирургически у нас переживет капитальный ремонт, а терапевтически будет делаться текущим ремонтом, но подрядными организациями. Будут меняться инженерные сети, и, опять же, сейчас ищем подрядчика. Ну, вопрос этот сегодня такой, что надо провести закупку, и тот, кто победит, тот будет заниматься ремонтом этой больницы или этих объектов. Оборудование, Жанна Николаевна. Потому что, говоря о медицинском учреждении, конечно же, нельзя не подразумевать, что должно быть новое оборудование, старое-то устаревает. Да. Ну, скажу по оборудованию, мы его получаем через областные республиканские источники. Ну и, помимо этого, тоже не сидим на месте. Мы в прошлом году поучаствовали в конкурсе в посольстве Японии и победили в этом конкурсе. И мы получаем вот буквально в течение двух-трех недель новые видео-гастроскоп и видео-бронхоскоп. Конечно, это позволит нашим жителям проходить обследование и, если есть какое-то заболевание, видеть его на ранних стадиях, потому что оборудование новейшее. Такого, конечно, у нас еще не было. Ну и мы эту работу продолжим. Нам еще нужны аппараты УЗИ, и к концу этого года мы его получаем из областных республиканских источников. Это замечательные новости. Главное богатство любого района – это его люди, это их здоровье. Тогда они будут и активными, и инициативными. Какова демографическая ситуация сегодня в районе? Рождаются новые жители Хойников? Конечно, рождаются. Я хочу вам сказать, что мы на протяжении уже многих лет, где-то кому-то, наверное, удивляются люди и говорят, что как так, Чернобыльский район, и фактически держим лидерство. Первое, второе, либо третье место в области по рождаемости. И это так. И в этом году, вот за три месяца, не исключение, у нас родилось 77 маленьких хойничан. Это на два ребенка больше, чем в прошлом году, чем в прошлых три месяца прошлого года. Там 75 было детей. Ну, хочется сказать о том, что по смертности, ну, есть тоже такой демографический показатель. У нас умерло на 7 человек меньше, чем в прошлом году. Тоже это очень хороший показатель, хороший и радует. В трудоспособном возрасте 13 человек умерло. Ну, фактически это в основном не заболевание, это, ну, большая половина – это внешние причины. Поэтому берегите свое здоровье, хойничане. Очень всех призываю. Плохие привычки, образ жизни сказывается. Ну, и, скорее всего, да, я всегда говорю, что плохой образ жизни сказывается больше, чем то, что сегодня у нас есть. Да, чем какие-то проблемы, связанные с тем, что пострадавший район. Есть несколько вопросов у нас на портале. Какими интересными проектами занята молодежь района? Ну, скажу так. Вот мы в прошлом году, в декабре месяце, закончили проект, который у нас успешно был реализован. И этот проект был рассчитан на молодых людей, в том числе на их самозанятость, на изучение и привитие новых навыков. И там, поверьте, были уже не только молодые люди, но и родители приходили, бабушки, дедушки. То есть получился такой многовекторный проект. И на сегодняшний день молодежь наша очень заинтересована в развитии нашего района. Буквально две недели назад мы встречались с советом старшеклассников. И настолько интересны молодые люди, которые сегодня озабочены тем, как дальше будет район развиваться, и предлагают действительно проект. И вот они предложили сделать скейт-площадку в таком месте, в сквере, о котором мы даже и не думали, что там, возможно, эта площадка может быть. То есть такими проектами, мини-проектами, молодежь наша занимается, предлагает нам свои идеи, что вот, а если бы сделать вот так. И думающая молодежь, это так очень приятно, что молодые люди озабочены тем, что нужно сделать для развития района. Жанна Николаевна, а сколько сегодня ветеранов Великой Отечественной войны проживает в районе? Самых авторитетных, самых дорогих людей? Ну, к сожалению, конечно, время неумолимо. У нас на территории района всего лишь осталось 8 человек. К сожалению, да, возраст уже не позволяет сегодня присутствовать на тех мероприятиях, которые мы проводим. Поэтому мы идем к ветеранам домой. Ну и, естественно, не только в государственные праздники на День Победы или 3 июля. Помимо этого, закреплены за нашими ветеранами организации предприятия, в которых они раньше работали. Поэтому и организации тоже к ним приходят. Закреплены волонтерские отряды, которые наводят порядок и на придомовой территории. Помогают еще другие вопросы решать, которые тяжело, в общем-то, пожилому человеку решить. Плюс социальная помощь. Закреплены, ну, уже одному человеку нужна сиделка. Поэтому на бесплатной основе мы оказываем такую услугу. Конечно, эти люди ни в коем случае не должны оставаться одинокими. И в решении их проблем обязательно должны участвовать. Есть у нас вопрос. В доме номер 2 на улице Лермонтова на первом этаже постоянно пахнет канализацией. Можно ли как-то это исправить? Обратите, пожалуйста, внимание. Ну, жители, кто звонил, да, вы знаете все наши телефоны. 2-12-20 у меня в кабинете. Набирайте, пожалуйста, либо приемную райисполкома. И этот вопрос, я думаю, сейчас мне сложно что-то ответить. Просто возьмите на контроль, что там происходит. Дом 2, улица Лермонтова. Жанна Николаевна, спасибо большое за диалог. Заместитель председателя Хойнинского райисполкома Жанна Чернявская сегодня была у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова